МАГАДАН Заседание Антитеррористической комиссии муниципального образования город Магадан состоялось в мэрии областного центра. На повестку дня вынесли четыре вопроса. О выполнении требований к антитеррористической защищенности объектов Магадана рассказали компании ГЭЛУД, Управление Росгвардии по Магаданской области и Магадан Теплосеть. В 2014 году мы завершили категорирование объектов ТЭК. В мае были изготовлены паспорта готовности. Далее мы перешли в плавную фазу реализации мероприятий по дитеррористической защищенности. В частности, для оценки затратности механизма этого мы провели пробное проектирование одного объекта и получили сумму, во-первых, на проект мы потратили почти миллион рублей на один объект и затраты на приведение данного объекта по требованию законодательства почти 18 миллионов, 17,5 миллионов рублей. Магадан Теплосеть должна привести еще 9 объектов к стандарту антитеррористической защищенности в соответствии с действующим законодательством. Для этого компании требуется огромная сумма – около 170 миллионов рублей. По словам специалистов, профинансировать это мероприятие на данный момент возможно только за счет тарифа. На это представители власти предложили свое решение проблемы. Мы, допустим, идем по пути по всем котельным 9, но, допустим, видеонаблюдение и сигнализация. Мы делаем первый шаг, допустим, но по всем котельным. На следующий год мы идем по другому шагу, допустим, по заборам, где у нас совсем плохой забор, делаем на 15 миллионов заборов на 20. Но это уже проще будет, потому что мы не к середине бюджетного года, но к началу бюджетного года подойдем. В тарифы включать такие расходы не будут, отметил глава областного центра. Юрий Гришан поручил руководителям организаций уточнить затраты на остальные требования по антитеррористическим мероприятиям. В мэрии города прошло рабочее совещание по регулированию размещения рекламы на фасадах муниципальных зданий и многоквартирных домов. По словам участников, большое количество неактуальной рекламы, которая имеет неопрятный вид, не является наибольшей проблемой. На уже отремонтированных фасадах домов размещены конструкции для установки рекламы, которые пустуют. По словам мэра города Юрия Гришана, на данный момент реклама в подобном виде не работает на благо развития бизнеса. Демонтаж подобных конструкций не может пройти без ущерба для целостности облицовки фасада здания. И, соответственно, ремонт возлагается в итоге на жильцов многоквартирного дома. Для размещения рекламы необходимо получить разрешение от собственников квартир в форме протокола, составленного на общедомовом собрании. После чего САТЭК выдает разрешение на размещение. Все ли протоколы являются легитимными? По словам директора городской административно-технической инспекции, не удалось установить владельцев рекламных конструкций на некоторых из 70 зданий, которые уже прошли проверку. Вот сейчас и мэр поручил нам. Это все многоквартирные жилые дома будут обследованы. И большинство хозяйственных субъектов, на которых расположены рекламные конструкции. И все они будут обследованы и на предмет законности размещения и качества размещения. Это то, что в наших полномочиях. В случае наличия согласия от собственников многоквартирных домов на размещение наружной рекламы на фасадах зданий, доходы идут в накопление на капитальный ремонт дома. Но они, как правило, настолько незначительны, что не могут впоследствии покрыть расходы, связанные с демонтажом. Собственники жилья без ведома управляющих компаний дают согласие рекламодателям, при этом не осознавая масштабы последствий. Более 30 добровольческих объединений вошло в новый состав городского корпуса «Волонтеры Магадана». В конференц-зале «Металлиста» провели первое организационное собрание. Специфика деятельности у волонтеров разная – культура, спорт, социальная сфера и многое другое. По словам кураторов добровольческих групп, любой желающий может найти себя в этой стезе. Если добровольческое объединение, действующее на базе какого-то патриотического клуба, либо школы, занимается, например, работой с ветеранами, но занимается ее адресно, либо на базе своей школы, скорее всего, им было бы интересно заниматься этим на уровне города. Просто у нас нет главной задачи любой ценой их заставлять работать, ну, грубо говоря, на наших мероприятиях. Это поддержка их деятельности, это добровольчество, в первую очередь, носит характер добровольной деятельности, без принуждений каких-либо. Поэтому мы как хотим поддерживать деятельность их внутришкольную, внутривузовскую, внутриобщественных организаций, так и помогать им расти выше и выводить их на городской и областной уровне. Нужно мотивировать и поддерживать волонтеров, отмечают организаторы. Добровольчество в России регулирует федеральный закон, согласно которому волонтера обеспечивают питанием, форменной одеждой, оборудованием, средствами индивидуальной защиты и многим другим. Также сказано, что одна из целей волонтерства – оказание безвозмездной помощи людям, которые в ней нуждаются. Количество заболеваний новой коронавирусной инфекции в Магадане значительно снизилось. За последние сутки на Колыме выявили четыре лабораторно подтвержденных случая COVID-19. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за весь период выявили 8251 заболевших. С выздоровлением выписали 7956 магаданцев. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. В общественных местах эксперты призывают надевать маску, перчатки, пользоваться антисептиком и соблюдать дистанцию полтора метра друг от друга. Мужчинам специалисты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией. Участниками всероссийской добровольческой акции «Снежный десант» станут магаданские волонтеры. Основная цель мероприятия – помощь в уборке снега и мусора на территории медицинских и социальных учреждений, общественных пространств и памятников. Мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых санитарных требований. Участниками акции станут ученики различных вузов города и области, молодежные и детские общественные организации. Чтобы внести свой вклад, все желающие могут присоединиться к группе волонтеров, позвонив по номеру 8-41-32-62-76-84 или зарегистрироваться на портале добро.ру В Магадане в ледовом комплексе «Колымский» стартовал 10-й сезон всероссийских соревнований по хоккею «Ночная лига». В борьбе примут участие шесть команд, представляющих область. Команда-победитель не только получит кубок за первое место, но и пройдет в финал, где будет соперничать с победителями из других городов России. Первая игра сезона в Магадане началась с приветствия под звуки гимна России. На льду схлестнулись команды «Армада» и «Ветеран». Уже 20 лет в составе команды «Армада» играет глава областного центра Юрий Гришан. Мэр поделился с вечерним Магаданом подробностями прохождения игр в сложный период пандемии. У нас шесть команд в этом году. Это соответствует условиям соревнований. Сильнейший поедет в Сочи, как всегда, на фестиваль. В том году он был пропущен в силу ограничительных мероприятий. Поболеть за участников пришли любители хоккея и юные хоккеисты. На холодной трибуне горячо болеют за мужчин, также и жены игроков. Поболеть за участников пришли любители хоккея и юные хоккеисты. На холодной трибуне горячо болеют за мужчин, также и жены игроков. Шла напряженная игра. «Армада» до последнего периода вела счет с существенным преимуществом. Ближе к концу третьего периода соперники практически сравняли счет. По итогу с отрывом в одну очко победила команда «Армада» со счетом 4-3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова